Ко дню достоинства и свободы, который отмечается в Украине 21 ноября, в областной библиотеке имени Горького открыли книжную выставку под названием «Скарани за любовь до Украины». Ноябрь – один из самых трагических месяцев в истории украинцев. 3 ноября чтили память жертв расстрелов в урочище Сандар-Мох, 28 ноября будут чтить память жертв Голодомора. Об этих и других страницах истории говорили на открытии выставки. Организаторы выставки рассказывают, хотят, чтобы молодежь помнила и не забывала, какой ценой Украине доставалась и продолжает доставаться ее независимость. Выставка насчитывает около 300 книг. Это и новые издания, и книги, выпущенные во времена советской власти в Украине. В книгах, представленных на выставке, есть и труды о вкладе запорожцев в украинскую историю, начиная от Дмитрия Донцова, уроженца Мелитополя, идеолога украинского национализма, и заканчивая нынешним временем запорожцами, погибшими во времена Майдана и запорожскими бойцами, отдавшими жизнь за Украину в зоне АТО. Есть здесь и книга, написанная украинской летчицей Надеждой Савченко. Украина за часы своего существования всегда боролась за свою независимость. И независимость ей давалась, на самом деле, очень непросто, а большой кровью и большим трудом. И мы могли на методе сегодня сгадать все события, что происходило на шляху установления независимости нашей страны. Студенты, побывавшие на открытии выставки, говорят, у них много вопросов, касаемо событий, происходящих в последнее время в Украине. Найти ответы на них надеются в книгах, представленных на выставке «Скарани за любовь до Украины». Мне больше всего интересно именно, как это все начиналось, то есть тема Майдана, и было бы интересно найти причины этих всех событий. Сейчас, после того, как я увидела много новых примеров, то я думаю, что буду читать больше, буду интересоваться этой темой. На часть вопросов, возможно, можно было бы найти ответ. Наверное, сейчас самое актуальное – это все-таки Евромайдан, все, что произошло у нас в Донецке. Это все-таки интересно сейчас всем, что на самом деле произошло, почему и как. Выставка «Скарани за любовь до Украины» будет работать в библиотеке имени Горького целый месяц. Вход свободный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!